привет ребятки сегодня я не буду снимать никакой сюжет о технике о городе разных поездках сегодня я буду вам рассказывать как я заболел к видом и как я все это победил и выжил а началось все где-то числа 19 может пораньше когда я себя уже почувствовал плохо 20 числа утром я уже знал что у меня температура но еще вышел на работу в маске там всего-навсего на два часа надо было поработать ну я думаю пойду я поработаю и заодно сделаю тест ну а вдруг чтобы как бы было все ясно работа затянулась до обеда мне ломала все кости прям невозможно было уже работать и я отогнал технику в гараж сел в машину и поехал в гематест делать тест на ковид мне сделали пцр тест и отправился домой чувствовал себя ужасно практически невыносимо быстренько принял жаропонижающие парацетамол еще какие-то таблетки ну и лег спать и в общем я так до вечера пил чай горячий таблетки температура держалась от 37 до 38 она прыгала я ее сбивал она потом опять поднималась а ночью с субботы на воскресенье пришел результат пациент теста он естественно был отрицательный я уже обрадовался воскресенье купил таблеток еще от простуды ну я естественно уже рассчитывал что у меня простуда воскресенье вечером температура 38 и 5 понедельник температура держится ну тут я понял что пора вызывать доктора в москве хорошо можно позвонить на номер 122 и вызвать врача надо вызвал я врача и через буквально часа полтора ко мне пришел врач сразу сделали экспресс-тест там ясно было что уже к вид дали мне таблетки которых надо было сразу выпить 8 штук это коронавир первый день два раза по 8 ну а потом уже по 3 таблетки в протяжении 10 дней плюс витамин c витамин d и естественно много жидкости пить вот врач ушел я начал лечение вроде бы в понедельник я себя почувствовал полегче я даже смог приготовить еду пожарил картошечки и думал что все как бы полегчало сейчас пару дней температура подержится и я буду здоров но на следующий день температура поднялась до тридцати восьми с половиной боль в суставах мышцах страшная слабость я уже не мог подняться с кровати я только пил воду и старался принимать во время все препараты которые мне приписали и естественно я все лежал подняться тяжело в туалет сходить очень тяжело было все кости прям внутри выворачивала мышцы как будто там что-то вселилась и их оттуда поедала головокружение и вот так уже было по моему двадцать четвертое число двадцать пятое состояние ужасное я я думал все наверное пора вызывать доктора и ехать в больницу но как-то я сдерживал себя думал но это нормально потом двадцать шестого числа у меня уже не хватало дыхание отдышка я уже понимал что у меня пневмония потому что дышать было тяжело трудно не чем я открывал окно но я принял решение пора вставать с кровати и немножко прогуливаться делать вентиляцию легким и это я ходил по коридору вперед назад от двери до двери 12 шагов и обратно и вот так я ходил пока меня не болели ноги потом ложился пил воды много делал себе чай из клюквы горячий вот это единственное что я питьевой режим соблюдал и смотрел вовремя чтобы у меня как бы были таблетки потом я позвонил врачу и мне дополнительно приписали антибиотики сумомед я начал принимать таблетки но состояние не улучшалось не улучшалось становилось только хуже я уже как бы понимал что пора опять вызывать врача и опять же звонил на 122 вот здесь в москве хорошо потому что можно вызвать врача и в течение на несколько часов врач придет обследует проверить сатурацию проверить все что необходимо естественно пришел врач прослушал меня у меня хрипы в левой в левой стороне в легких тут же он вызвал скорую помощь я уже собрал вещи но то что необходимо будет больнице то есть я уже как бы рассчитывал что меня направят больницу скорая помощь меня обследовали врачи со скорой помощи выписали бумаг свою кучу и отвезли меня в городскую больницу на кт благо никого не было я был один людей никого не было быстро мне сделали кт и и я попал на прием терапевту ну который уже полностью мне объяснил ситуацию что бы не так уже и плохо поражение легких на 25 процентов всего и выписал мне еще там некоторые препараты которые надо было принимать и отправил меня домой ну домой как добраться такси меня не берет потому что у меня ковид и и как бы заражать осталось или пешком или автобусом но я в маску пался и автобусом поехал уже домой конечно дорога была трудная потому что уже ветер был снег мороз и очень трудно было дышать я как-то добрался а вечером после кт у меня разболелась еще горло я начал принимать от горла препараты температура держалась но я как бы был спокоен что не так уже все плохо и просто терпел но кроме фактора физического еще естественно был фактор психологический к вид очень действует на психику на мозг и это хуже чем просто болеть терпеть вот эту боль в мышцах слабость здесь приходят разные мысли всякие ну я уже конечно был готов потихоньку помирать но видать было не суждено мне помирать я дальше принимал препараты антибиотик и когда я принял четвертый антибиотик у меня температура еще была вечером 38 и 2 это уже было по моему числа 30 а потом на следующий день температура уже была 37 и после обеда уже было 36 и 6 я еще перемерил через полчаса 36 и 6 я еще перемерил 36 и 6 ну потом пятый антибиотик я принял уже на следующий день у меня температура стабилизировалась появился аппетит появилось уже желание что-то делать я уже начал готовить себе потихоньку еду и еще во время болезни меня сильно мучил кашель кашель был ужасный кашель не давал спать не давал ничего делать и и на уже пятый день прием антибиотика кашель ослаб уже легче стало он уже был влажный и вот я понял что уже потихоньку я выздоравливаю ну а первого числа второго я уже гораздо лучше себя почувствовал температуры не было ну и я понял что уже все я здоров вот так я потихоньку победил к вид который ушел в данный момент это у меня уже сегодня 4 число это 14 день моей болезни я уже чувствую себя отлично кушаю хорошо кашель уже очень редко уже бы силы восстанавливаются но так как после кт тест надо делать мазок пцр только на семнадцатый день и я как бы только 14 числа буду возможно свободен от этого всего что еще могу сказать сразу после того как пришел врач выписали мне бумаги мне пришлось установить приложение социальный мониторинг и каждые два часа я себя фотографировал и отсылал геолокацию что я нахожусь по адресу по которому я болею я никуда не выхожу и никого не подвергаю заразиться также после кт каждый второй день мне звонили врачи это по видео я установил специальное приложение и врачи полностью мониторили мое состояние я мерял давление я мерил сатурацию прибором которые мне врач после кт выдал я надевал его на палец и мерил сатурацию кислорода в крови сначала мне после кт это было 95 а потом уже в дальнейшем было 96 сегодня у меня уже 97 сатурация это немного конечно но уже это как бы говорит о том что я на пути к выздоровлению ну осталось еще 10 дней сделают мне мазок и там покажет остался у меня к вид не остался ну скорее всего он покажет отрицательный тест и я уже смогу как бы выходить на улицу снимутся с меня ограничения по как бы карантину по изоляции я закрою больничный смогу выйти уже на работу конечно в помещении сидеть и смотреть в окно как там гуляют люди это довольно таки нелегко но то что я выжил то что я победил к вид это самое главное а на этом все не забываем подписываться ставить лайки и берегите себя не болейте